А мне жалко богатых. Вы посмотрите на их лица. Они же всё время только о деньгах думают. Такие вот сосредоточенные. А что с ними делать-то? Куда вложить? Как утаить от родственников? Есть такая примета. Чем больше у человека денег, тем больше у него родственников. Слушайте, хихикают. Это родственники. Ну правда, ну что это за жизнь? Не в лес погребы, не с книжки под ламп посидеть, расслабиться. В туалет и тот вперёд тебя, секьюрити, забежит, заглянет в унитаз. Не блеснёт ли оттуда дулла киллера, который может отстрелить хозяину нижнюю голову. Секьюрити – это такие ребята, у которых даже уши накачанные. Жизнь бизнесмена красивая, но короткая. И они это знают. Два бизнесмена в одном доме зашли в лифт. А на другом этаже, в этот же лифт, заходит бандит-собака. Ну, традиционный бандит, тупо стриженный затылок, пуленепробиваемый лоб. На всю грудь татуировка, бурлаки на Волге. Причём на машине Волги. И с ним ещё бультерьер. Лица одинаковые. Бультерьер ниже только. Бизнесмены его увидели, задрожали, занервничали, вжали в стенку лифта. А этот-то подумал, что они собаки испугались. И как гарпнет – сидит. А мне его и послушали. Сели прямо на мокрые. Жалко, жалко мне богатых. И не хочется над ними смеяться, а всё время дают они пищу. Например, один бизнесмен летел в Америку на какой-то крутой авиаферме. А там по-русски никто не понимает. Ему, значит, перед посадкой дают анкету заполнять. В Америку обязательно надо, когда летишь, анкету заполнять. И там есть графа «Секс» написанная. Перевод не прямой. Надо догадаться, что это означает. Кто знает? Пол. Совершенно верно. Ну, у нас здесь компетентные люди. А он сидел, думал, думал, спросить не у кого. И написал. Один раз в неделю. Жалко мне богатых. С любовью у них какие проблемы. Какая может любовь быть при таких деньгах? У них поцелуй тот с предоплатой. Они очень любят модель. Модели такие высокие девушки с фигурами шнурков. Вот ничего нет вообще. Абсолютно. Идёт одна шея. И книзу она раздваивается. Да ни в одной стране мира нет такого количества высоких девушек, как у нас. У нас радиация, что ли, я не знаю. У нас хорошо растут только девушки и огурцы. Всё. Причём модель всегда высокая. Её и моделью не сделают, если она меньше, чем метр восемьдесят. А без инструмента чаще всего попадается в метр сорок. Они, когда идут по улице, все оборачиваются, смотрят, как он её ласково под коленку держит. У него фигурка, животик, кошелёк и ушки, и пошёл. Жалко, жалко мне богатых. Со здоровьем какие у них проблемы. За их деньги врачи у них находят такие болезни, которых вообще на свете нет. И радикулит пятки, и сотрясение тазобедренного мозга, и растяжение среднего уха, и облысение лобковых подмышек. Чем их только не лечат? Иглоукалываем телопокусыванием, мухозасиживанием. Что им только не прописывают? Стельки от перхоти, очки от импотенции. И они всем этим занимаются, потому что, ну, раз уж заплатил, надо это отрабатывать. А их жены им же с утра делать нечего. С утра по колдунам, экстрасенсам, ведьмам деям ауру штопы. Корму укорачиваю. О, смеются, это, наверное, этим занимается. Наши это обожают. На каждое объявление реагируют. Колдун снимет все. Сразу к нему бегут. Можете с меня все снять? Конечно, раздевайтесь. Ого, как у вас карма обвисла. Это вас, наверное, сглазили. Наверное, соседи. У вас есть соседи? Есть, но вот, видите, я угадал. С вас сто долларов. Тогда я вам скажу, что вам надо делать. Вам надо рано утром пойти в лес на рассвете, раздеться до гола, зажать в левую руку сорок куриных пупочков. И сесть на муравейник. И ерзать по нему до восхода солнца. Пока не всю порчу не рассосут. От вас бизнес скоро отвернется, у вас энергия ушла. Ушла энергия. Вам надо по утрам целовать в засос электрическую розетку. А с мочой что у нас делается? Пол страны уже пьет. Уринотерапия называется. Закапывают себе в уши, в глаза. Поливают себя сверху. Если своей нету, соседи занимают. Не могли бы одолжить нам пару стаканчиков? Мы вам вернем через недельку с процентиками. В доме вонища. Я к одному прихожу, от чего у тебя такое вонище спрашиваю? Он говорит, зато посмотри, как я выгляжу. Ему посоветовали от радикулита подогретым навозом лечиться. Он его каждый день на сковородке подогревает. Сковородку специально купил, цептор. Чтобы экологически чистый навоз был. Да ни в одной стране мира нет такого количества дури, как у нас. Чтобы приворожить мужа, написано в солидной газете, нужно дать ему понюхать дым пепла сожженного зуба любимого человека. Чтобы приворожить мужа, нужно пропустить свою мочу сквозь его венчальное кольцо. Три раза не снимая кольца. Жалко, жалко мне богатых. Не жизнь у них, а мучения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!